Дорогие друзья, приветствую вас во имя Иисуса! Будьте благосоветны! Прежде чем я буду проповедовать, я хотел бы обратиться к тем людям, которые еще размышляют, обратиться вам Богу или нет, сделать это сейчас или попозже, принять вам Иисуса Христа, стать ли вам верующим, стать ли вам христианином. Я вам скажу, что вы можете думать сколько угодно, дело все в том, что вы не знаете, когда закончится ваша жизнь. И если вы уже так думаете, это говорит о том, что вы с Богом еще не поняли, кто такой Бог. И вы как бы пренебрегаете любовью Божией. Знаете, в Библии написано, что Бог возлюбил человека, Он свою любовь открыл, дал, все сердце, знаете, если вы не принимаете этого, значит вы пренебрегаете любовью Божией, вы играете у Него на чувствах, а это делать категорически нельзя. Любви нужно подчиняться. Ведь мы подчиняемся не просто злому Богу, мы подчиняемся тому Богу, который нас любит. Что значит подчиняемся? Мы просто приходим к Нему, Он накрыл нас столы, просил все грехи, Он поменял нашу одежду с греховной на праведную и просит, приди в мой дом и наполнись радостью. Вот что такое подчиниться Божьей любви. Наполнись Богом и будь с Богом. Остальные все пути, они очень печально заканчиваются. И люди чаще всего выбирают другое, потому что с Богом нужно от чего-то отказываться. А люди привыкли делать все, что они хотят. Сегодня такой век, сегодня такой мир. Не говори мне ничего, я знаю как надо, как я хочу, так я и живу. И вот такая жизнь большинства людей сегодня. Но Слово Божье говорит, что Бог нас любит и ждет. Будьте благосовенны. Итак, тема проповеди будет называться «Откровение свыше». Бог желает открываться людям сегодня. Бог желает сегодня открыться тебе, дорогой друг. И сделать Он может это только через «Откровение». Не через то, что ты прочитал Библию. Не через то, что тебе рассказал проповедник. Они всего лишь тебя направляют. Вы знаете, кто-то читает Библию, чтобы больше знать. А кто-то читает Библию для того, чтобы услышать Бога. Читайте Библию для того, чтобы услышать Бога. Когда вы научитесь слышать Бога, Бог с вами будет говорить. И даже если вы будете где-то находиться, и у вас нету Библии, Бог через какие-то местописания будет с вами общаться. Потому что вы так настроили свою веру. Вы не настроили веру для того, чтобы больше знать, чтобы вот все знать, и чтобы знать и знать. Это первое желание, кстати, людей. Дерево познания добра и зла. И дьявол пообещал людям, вы будете знать. Вы будете знать. И Ева, она увидела, что дерево хорошо и приятно для пищи. Почему? Потому что дает знание. Знание – это информация, это то, что сегодня наполнен этим мир. Знанием. Соцсети, они наполнены знанием. Люди сами не понимают, почему они постоянно находятся в соцсетях. Они не понимают, потому что знание – это как колдовство. Оно как заколдовало тебя. И тебе хочется больше и больше знания. Но Иисус совершенно говорил о другом. Он говорил, ищите прежде Царства Божьего и правды Его. Его правды, Его знания, Его информации. А это означает откровение. Откровение – это открытие. Осознание духовных вещей. Человек может слышать информацию о Боге, но глубоко в сердце он и не понимает. Он не может дойти. Вот я хотел бы спросить, есть ли у нас что-нибудь съедобное? Финский хлеб. Вот посмотрите. Человек, который никогда не видел хлеб. Не знает, что такое хлеб. Я могу ему преподать мастер-класс. Знаете? Чтобы в наше время, в нашем детстве не было такого хлеба круглого. Он был другой вообще формы. Мы когда увидели круглая, знаете, и колбасу тоже можно класть круглую. И сыр еще можно положить круглый. Знаете? Это все довольно-таки интересно. Но суть в чем? В том, что я могу вам рассказывать, сколько нужно килограммов собрать пшеницы, сколько ржи этой собрать, потом ее надо отвезти, смолоть, потом просеять, там надо и такие разные процессы, дрожи добавить. Сколько людей было задействовано, сколько труда. Понимаете? Я могу информацию вам давать о хлебе. Но вы ее только видите. А вы не знаете вкуса. Вы сейчас не нюхаете его. Я нюхаю. Он так пахнет, поверьте. Хлеб так пахнет сейчас. Я хоть завтракал, но приятно пахнет. И вы знаете что? Что такое откровение? Откровение задействовано не только знание разума. Задействовано все. Разум. Вкусовые рецепторы. Задействовано все осознание внутреннее. Вот смотрите. Человек, который просто видит хлеб, он никогда не поймет, что это. Он будет записывать в тетрадки пункты. Хлеб выглядит круглый, коричневого цвета. Коричневый же вроде, да? С дырочками. Непонятно зачем. Вентиляция, что ли? Или пропекаться, чтобы лучше было. Какие-то тут посыпано чем-то сверху. Понимаете? Человек будет вот это все знать. Но с сути он не будет знать. Вот так множество людей знают о Боге. Что-то знают. Бог зачем-то висел на кресте. Зачем? Непонятно. Распяли его бандиты какие. Зачем распяли человека? Понимаете? Не понимают вообще, зачем Иисус умер. Не понимают. Но откровение это, когда ты вкушаешь. Смотрите. Я ем. Я ем. И я понимаю. У меня сейчас новые знания. У меня новая информация. Ту, которой не было. Вам рассказывали о хлебе. А теперь вы кушаете. Вот что такое откровение. Все. Спасибо за хлеб. Посмотрите. Давид пишет. Господь. Боже. Твои слова. О. Твои слова. Они сладкие, как мед. Даже просто, даже, знаете, много верующих такие думают. Что с ним? Что с ним? Как это так? Как это? Сладкие, как мед. Слова. Непонятно вообще. Вы понимаете? И невозможно понять человека. Невозможно описать. Надо вкусить. Вот это Библией призывает сам Господь. Вкусите и познайте, как благ Господь. Насколько Он добр. Насколько Он хорош. А сделать мы это можем, вкусить Господа, только через откровение. Только через откровение. Тебе будут рассказывать. Ты будешь все знать. Ты будешь отличником в духовном классе. Отличником. А Бога знать не будешь. Почему? Ты не вкусил Его. Ты не познал Его. Глубоко не вошло. Вот почему Никодим. Он, знаете, во-первых, нужно понять, что Никодим был уважаемый человек. Пожилой человек. Пожилой человек к молодому за вопросами не бегает. Ночью тем более. И тот факт, что Никодим ночью пожилой человек, учитель Израилев, он знал Тору, он мог учить наизусть ее. И он приходит к Иисусу. Знаете с чем? С большими вопросами. Он как будто в ломках приходит. Знаете, мучаюсь вопросом. Иисус, я мучаюсь вопросом. И я не знаю. Мы видим, что ты от Бога, потому что чудеса доказывают, что ты от Бога. Но не понимаю. Иисус ему так просто стоит. Знаете, и ночью. Это все происходит ночью. И ночью он объясняет Никодиму, что тебе, чтобы понимать духовные вещи, нужно родиться свыше. И тогда через откровение тебе будет все понятно. Знаете, какой плюс? Что откровения принадлежат абсолютно каждому человеку. Нет такого, что, знаете, как в мире сегодня, если какая-то дорогая вещь, ну это могут только богатые, а бедные ходят такие, никакие. Знаете? Нет. Вот откровение, Бог сделал так, Бог сделал так, что здесь абсолютно каждый может познавать Бога. простой ты, или ты умный, или ты... Если ты пришел к Богу, Он дает тебе способность познавать Его не логикой, не рациональным разумом своим, а духом. Давайте мы откроем место Писания. 1 Коринфянам 2, 12. «Но мы приняли не Духа мира сего, а Духа от Бога, дабы знать дарованное нам от Бога». Смотрите, как здесь написано, что мы приняли не Духа мира сего, а Духа от Бога, то есть Святого Духа. Для чего? Чтобы знать дарованное нам от Бога. Видите? Без Святого Духа невозможно знать волю Божию, невозможно знать и предвидеть, что приготовил нам Бог. Это все открывает нам Святой Дух. Вот мы все равны в этом положении, мы все равны. И мы понимаем, что сами по себе познать Бога, понять невозможно. Невозможно. Знаете, что для нас, как для людей, понять возможно только то, что мы видим, чувствуем, трогаем. Понимаете? Нам можно понять это. Смотрите, нам дан Дух Святой, чтобы познавать Бога. Это не говорит о том, что о, знаете, как раньше в этот, во времена, темные времена Средневековья Библии никого не было, да? И народ был не обуздан. как здесь написано в притче 29, 18, без откровения свыше народ не обуздан, а соблюдающий закон блажен. У тебя нет руководства в Библии, у тебя нет слова Божия. Как ты будешь поступать правильно, если ты не знаешь, как поступать? Но учеников тоже не было в Библии. Ученики не сидели и не говорили, давайте соберемся на домашнюю группу, откроем такую злову, поизучаем. Они ее писали, Новый Завет, они ссылались на Старый Завет, получали оттуда откровения как тень Нового Завета, откровения об Иисусе, потому что Старый Завет весь говорит об Иисусе, и начинали о нем проповедовать, и верующие, слыша, познавали Бога через молитву, через знания, через откровения, они познавали Бога. Почему они такие сильные были? Первые христиане, почему они такие сильные были? Потому что они ходили в глубоких откровениях, они ходили со Святым Духом. Ты будешь сильным, сто процентов, если ты будешь ходить с Духом Святым и вместе с Духом Святым искать Бога, искать Его на страницах Библии, искать Его в духовном мире. Вы поймите, что много верующих, они невежды, они не знают Бога, у них нет откровения. Почему? Потому что они как бы игнорируют Святого Духа, они думают, что сами изучат. Не изучишь. Никодим пробовал. Вряд ли ты до Никодима дотягиваешь по уму. Вряд ли. Но если он пробовал, у него не получилось. А ты думаешь, у тебя получится? Только в одном случае получится. Если ты вместе со Святым Духом ищешь Бога. Но мы приняли не Духа мира сего, а Духа от Бога, дабы знать дарованное нам от Бога. Такой вопрос. Почему Иисус, уходя, поднимаясь Иллионской горы, куда Он сказал всем ученикам прийти, почему Он им сразу не дал Святого Духа? Вот взял и всех крестил бы Святым Духом. Взял бы и всю толпу, которая ходила за них, взял и крестил Святым Духом. Почему Он это не делал? Почему Он не раздавал Духа Святого? Вот так, направо, налево, направо, налево, прими, 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 прими. Почему Иисус этого не делал? И почему даже Своим ученикам, которые оставив все, последовали за Ним, Он и то по воскресенье Своем, Он сказал, Он дунул и сказал, примите Духа Святого, но потом Он сказал, ждите, когда Святой Дух сойдет на вас. Ждите. И ждали они десять дней. Десять дней. Это те ученики ждали, которые уже были с Иисусом. Они были научены и даже могли бесов изгонять, врачевать больных и воскрешать мертвых. Почему Иисус тянул, так можно сказать? Почему бы сразу не дать? Почему надо? именно одна из причин, одна из причин, не только по этой, но одна из причин, чтобы увидеть разницу, чтобы показать, разделить нам, что без Святого Духа ты ничего не можешь. И что они? Видели Иисуса в течение сорока дней, ученикам являлся Иисус и говорил о Царстве Божьем. И что в конце концов? Они закрылись в комнате на втором этаже от страха и боялись. Боялись от страха иудеев. Почему? Потому что Иисуса распяли, но если ты последователь, и тебя могут распять. И скорее всего. И они от страха закрылись и просто молились и говорили, Боже, дай нам Духа, мы сейчас ожидаем Святого Духа и молились, молились, 10 дней молились. Кто-то не может получить Святого Духа. Знаете, такие, ладно, молись, встал в позу такую крутую, давай, молись, давай. О, никак, никак не получил Святого Духа. Все, нету воли Божьей на Святого Духа, чтобы я получил Святого Духа и все, и разочаровываются. А почему бы тебе не продолжить ожидать его? Почему? Вот ученики, например, 10 дней ждали, а сколько ты ждал? Мне повезло, я вообще не знал по благодати, я сразу получил и все. Верующие стали молиться на языках, Дух Святой сошел на меня. И они вообще-то не за меня молились, они просто молились. Я в атмосфере получил. Только как ребенок получил и все. Почему бы не подождать? Видите, Иисус специально, Он выделяет Святого Духа. Прежде чем Ему начать служение, Он выделил, Он прожектором посвятил на Святого Духа, не на себя, а на Святого Духа. Посмотрите, Он помазал меня другими словами. Я имею легальное право теперь и силу, потому что Он на мне делает все вещи, которые не могут делать обычные люди. Он конкретно указал на Святого Духа. И когда Он возносился на небеса к Отцу, Он сказал, ждите Духа Святого. И вот Дух Святой, когда сходит на верующего, вот с таким Святым Духом возможно познавать Бога совершенно по-другому. Но вот что сегодня люди мирские, обычные, знают о Боге? Ну что? Знаете, что они даже не знают, для чего они живут? Я лично, я однажды, давным-давно по телеку вопрос такой, интервью ходили, человек ходил с микрофоном по городу и просто подходил к прохожим и спрашивал, добрый день, здравствуйте, скажите, для чего вы живете? И люди растеривались. Ну как я для чего живу? Ну я живу. Ну как для чего живу? И не могли ответить на этот вопрос, для чего они живут на земле, какая цель у них жизни на земле. Не могли ответить. И я скажу так, большинство людей не могут ответить сегодня на этот вопрос. тем более, они не знают, для чего они живут, тем более, они о Боге ничего не знают. Тем более. Потому что Бог не живет на физической земле. Нету его. Несмотря на то, что он вездесущий, и Давид писал, сойду ли там в преисподнюю, и там ты, возьму ли крылья и вознесусь на небеса, и там ты. однако, ты не можешь прийти в физическое место на земле и сказать, ну вот, видишь, видишь, вот смотри, вот Бог. Покажите мне такое место. Вот так вот привезти и сказать, вот смотри. И человек так будет разглядывать, разговаривать, пробовать. Ты в церкви можешь пережить Святого Духа, Бога. И вот тут атмосфера Бога, невидимого. Но чтобы тебе понимать его, как он думает, что он думает, что он планирует, какое его отношение к тебе, это все нужно получить через откровение, с помощью Святого Духа. 1 Коринфянам 2, 12 мы сейчас прочитали, да? Мы приняли Духа от Бога. 13 стих. Что и возвещаем вам не от человеческой мудрости, изученными словами, но изученными от Духа Святого, соображая духовное с духовным. Это Дух. Дух человека получает откровение. Душевный человек не принимает того, что от Духа Божия, потому что он почитает это безумием и не может разуметь, потому что о всем надо бы насудить духовно. Но Духовный судит о всем, а о нем судить никто не может. Смотрите, душевный человек кто? Это просто человек, который только использует свой разум. Он не пользуется сердцем, он не пользуется Духом. Поэтому этот человек назван душевным. Быть душевным это неплохо, но не в этой области, не в области духовных вещей. Бог это не душа, Бог есть Дух, Библия говорит, и поклоняющиеся Ему должны поклоняться в Духе и Истине. Не душевно. Бог душевное поклонение не принимает. Он не принимает Измаила. Не принимает. Он принимает Исаака, потому что Исаак это его обетование, а Измаил, он не участвовал в Измаиле. Поэтому он не будет в духовном поклонении. Знаете, почему Бог принимает? Потому что там задействован Святой Дух. Поэтому оно и духовное. А в душевном задействован только человек. даже так же слава, например. Славу получает кто? Вот, например, я делаю добрые дела. И знаете, что? Конечно, люди будут благодарить и говорить, особенно если я, например, на телевидение куда-то пойду и буду говорить вот у нас мы это делаем, мы то делаем, мы там это, это, всем помогаем, заботимся, нам не все равно там до людей и так далее. И знаете, люди, они будут думать, какой хороший человек, какой хороший человек. Ой, знаете, будут хлопать там, награды какие-то давать, грамоты там, премии, я не знаю. Видите, вся слава идет человеку. Но, когда происходит сверхъестественное чудо, например, человек получил исцеление. Не просто ж так, да, проповедник помолился, но славят кого? Никто не говорят, слава проповеднику, слава проповеднику, аллилуйя проповеднику. Нет, все говорят, слава Иисусу. Видите, слава идет к Иисусу. Почему? Вот это и есть разделение духовное и душевное. Разве что, плохо делать добрые дела? Да нет, это хорошо делать добрые дела. Надо делать добрые дела. Я просто говорю, что есть разница. Что теперь, не читать Библию разумом? Нет. Оно так и есть. Мы читаем разумом, но потом из разума падает дух. У нас подключен дух к нашему разуму. И поэтому душевный человек, как Никодим, например, да, он рационально думал. И он даже пришел, он свое кино увидел. Он увидел свои роды, как он влазит в маму, а ему говорят, ты что делаешь? Он говорит, как мне родиться, если я буду чистар? Что мне снова выйти в утробу матери? Иисус, наверное, думал, о Боже! Знаете, как говорят? Особенно русские женщины говорят. О Господи! Да простите Господь, что имя в Суе Бога употребляют. Знаете, Иисус думал, о, и мне еще столько лет здесь жить на земле, а как это сложно. Как легко разговаривать, когда тебя понимают. Как сложно тебе говорить, объяснять. Смотрят же глазами, смотрят на тебя. Ничего не понимают. Ты ему говоришь, понял, на родном языке объяснил. Не понимаю. Наверное, мне не дано. Да нет. Просто ты это делаешь без Святого Духа. Начни это со Святым Духом делать. Ты будешь такие откровения о Боге получать. И знаете что? Результат какой будет? Очень сильная взрывная радость. Это как знамение получения откровений. Это такая радость. Внутренняя такая сильная радость. Больше, чем просто ты какую-то вещь купил. Это такая радость, которая тебя прям радует. Прямо такое сильное настроение внутри. Я не знаю, как это объяснить. Вы не верите? Солом 118-14. На пути откровений твоих я радуюсь, как во всяком богатстве. Я радуюсь. Это Давид писал. Сколько у него было откровений. Вот он бы мог учить в откровениях очень много. И знаете, единственное, вот знаете, Давид ходил в откровениях, но никто остальной в откровениях не ходил. Знаете почему? Потому что на нем был Святой Дух. Все просто. Но ведь по каким-то причинам же пришел на него Святой Дух. Пришел. И не тогда, когда он стал царем. Раньше в Израиле царей мазали. Помазание было на царство. Елей возливали на голову. И тот Дух Святой сходил и был на этом царе. Но с Давидом не так. Давид не был царем. Давид был молодым человеком. Но почему-то на него возлили же Святой Дух. Возлили масло, и Дух Святой с того времени начал на нем находиться. И он делал невероятные вещи. У него была мудрость, у него было знание. Его взял царь на работу, и он таким успешным был. Он не знал никакой военной практики у него не было, но он стал передовым. Всем его войском мог управлять. Почему? Почему он таким был успешным? Почему он мог, например, защищать качественно свое стадо овец от волка, от медведя, от льва там, потому что Дух был Божий на нем? Почему он мог выиграть сражение? Самое страшное, непредсказуемое сражение, и ты не мог точно сказать. И люди думали, выиграть, не выиграть, ставки, как ставить на него ставки? Он мальчик, и против него вышел дядька, горилла просто вышла, Кинг-Конг. Как можно сказать, что этот мальчик выиграет? Никак. Но мальчик что-то знал этот, юноша этот что-то знал, а он знал именно Бога, не просто что-то знал. Сегодня молодежь что-то знает, но ведут себя так, что взрослые отдыхают, взрослые вообще ничего не знают. А этот человек, знал такие глубины, такие секреты. Почему? Дух Божий был на нем, и ты можешь быть этим человеком, на котором может быть Дух Божий. Бог не смотрит на лица и говорит, слышь, у тебя лицо странное, но тебе Духа Святого не дам. Ты такой серьезный, или ты такой некрасивый, ты с лишним весом, куда тебе ищут Духа Святого? Только стройным, красивым, образованным, и в очках кто ходит. Вот им вообще нужен Дух Святой. Нет. Дух Святой абсолютно на каждого изливается, кто жаждет. Тот, кто принимает, тот, кто хочет. Понимаете? Иисус сказал, те, кто жаждет, иди ко мне. И почему так мало людей идут к нему? Потому что не жаждет. Потому что утоляют жажду чем-то непонятным. Давайте будем сейчас молиться. Молиться за друг друга. Молиться за людей, которые как бы с Богом, но они не с Богом. Они как бы с Богом. Вроде бы, но на самом деле нет. Давайте молиться о том, чтобы радость пришла, чтобы люди поняли, а мне ничего искать больше в жизни, то и не надо. Я думал, мне надо бежать на край света. Мне нужно рвать мышцы, чтобы чего-то достичь. Бог уже во мне. Достигай его внутри себя. Я уже пришел. Я дома. Я с Богом. Дорогой Господь, мы благодарим Тебя.